В данном видео я расскажу вам о темных эльфах, показанных в фильме Тор 2 «Царство тьмы». Вы узнаете об их способностях, физиологии, суперсолдатах и о многом другом. Вы замечали, что окружающие проводят в 10 раз больше времени с гаджетами, чем со своими друзьями или детьми. Ты хоть знаешь, что это за штуки? Ээээ... Нет. Я тоже. А как же ламповые посиделки или сказки на ночь? Кажется, я нашел решение. Ой, не то. Есть простой способ стать ближе. И это «Синемуд». Первый мини-кинотеатр для всей семьи. Этот подарок понравится как детям, так и взрослым. Возможности малыша поражают. Смотрите видео из YouTube, YouTube Kids и других онлайн-сервисов, таких как Иви и Мегафон ТВ. Используйте внутреннюю память устройства или флешку для загрузки фильмов, музыки и фотографий. Подключайте колонки или наушники. «Синемуд» компактен и весит всего 260 граммов, но при этом имеет экран до 3 метров и может работать 5 часов без подзарядки. Этот мини-кинотеатр позволит вам создать атмосферу кино в любом месте и на любой поверхности, даже на потолке. «Синемуд» отлично подойдет для компаний друзей отдыха на природе, детских праздников и многого другого. Ссылочка будет в описании. «Темные эльфы» — древнейшие из всех существующих рас. Они являются заклятыми врагами асгардцев, представляя собой довольно грозную силу из высокого уровня технологического развития. Некоторые представители этой расы обладают достаточной стойкостью и силой духа, чтобы управлять силой одного из Камней Бесконечности. Однако на данный момент времени, как вид, они находятся на грани вымирания. А теперь подробнее. Как и многие другие расы девяти миров, ушастые являются гуманоидами с более совершенным строением тела, чем люди. Как и асгардцы, они обладают сверхчеловеческой силой, живучестью, скоростью, рефлексами и координацией. Также эльфы невосприимчивы к некоторым физическим законам, а связано это с тем, что их родной мир сильно отличается от остальных девяти. Находится он в звездной системе, которая почти полностью состоит из темной материи. Данная материя не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. Единственным источником видимого света этого мира является черная дыра. Внешне эльфы являются гуманоидами с привычными для этой расы заостренными ушами. Среди других отличительных черт имеются борозда на щеках, похожие на шрамы, глубоко посаженные глаза и выпуклый лоб. Когда-то они были невероятно красивыми созданиями. К сожалению для них долгое пребывание в привычных для других рас условиях, то есть во вселенной света и материи, сказывается на их телах весьма негативно, превращая в довольно страшных созданий. Именно по этой причине они вынуждены носить специальные маски и костюмы, полностью защищающие их от подобного воздействия. Лидер эльфов Малекит и его лейтенант Алгрим отказались от защиты лица, показывая свою решимость, как можно скорее погрузить вселенную обратно в вечную тьму. Все темные эльфы без исключения обладают сверхчеловеческой силой. В комиксах самый обычный представитель вида мог поднимать предметы массой в 10 тонн, а Малекит, используя свои способности, мог работать с 90 тоннами грузами. В фильме же предводитель эльфов под действием эфира мог на равных сражаться с Тором и блокировать удары его молота. Любой из эльфов может передвигаться быстрее лучших человеческих спортсменов. Усталость мышц, снижение работоспособности и упадок сил, свойственные обычному человеку при длительной активности, ушастым совершенно не страшны. Они могут выполнять серьезную физическую нагрузку в течение 24 часов, прежде чем у них появится хотя бы какой-то намек на усталость. Тела эльфов более устойчивы к физическим повреждениям, в отличие от человеческих. Им не страшны крайне высокие или низкие температуры, перепады давления и падения с большой высоты, а удары превосходящего по силе противника в большинстве случаев лишь временно лишают их сознания. Ловкость, координация рефлексы находится на сверхчеловеческом уровне. Все эльфы без исключения обладают невероятно продолжительным сроком жизни и стареют значительно медленнее, чем люди. Также они не восприимчивы ко всем земным заболеваниям и инфекциям. Несмотря на такие внушительные характеристики, темных эльфов можно довольно легко ранить. Однако, благодаря уникальному метаболизму, несмертельные повреждения проходят с довольно большой скоростью. В комиксах эльфы имеют сильную уязвимость к железу. Даже простое прикосновение, не говоря уже про удары, вызывает сильнейшую физическую боль и способствует образованию ран. При этом любой другой металл не оказывает на них подобного эффекта. У темных эльфов есть собственные суперсолдаты, известные как проклятые. Чтобы стать одним из них, воин ломает в своей руке камень проклятых, обретая невероятную силу, размеры и живучесть. Но цена высока. Превращение необратимо, всего через несколько часов после этого солдата ожидает смерть. Почти все проклятые либо погибли сами по себе, либо были убиты еще за 5000 лет до событий фильма в битве с асгардцами. А технология оказалась утеряна, из-за чего в распоряжении Малекита остался всего один камень. Несмотря на смертельный исход, ритуал превращения в проклятого считался невероятно почетным, и его удостаивались лишь самые лучшие воины. Какими же способностями обладают проклятые? Мало того, что еще до превращения эльфа уже превосходят любого человека по всем параметрам, то став суперсолдатами, они в физическом плане становятся одними из самых сильных существ в девяти мирах. Даже огромная сила Тора, сильнейшего асгардца, меркнет перед мощью проклятого эльфа. Перед ударами такого противника не может выстоять в буквальном смысле ничего. Здание, представители других рас, почти непроницаемые силовые поля. Проклятые не только равнодушны к ударам Мьёльнира, но и способны кулаком отражать данное оружие в сторону. Существенно повышается живучесть. Тело становится невероятно прочным и легко выдерживает почти любые физические повреждения. Проклятые легко переносят ранение, нанесенное асгардским оружием, что для обычного эльфа является смертельным. Верный способ убить такого суперсолдата – использовать эльфийскую гранату, создающую миниатюрную гравитационную сингулярность. После взрыва она затягивает внутрь себя все в пределах определенного радиуса, обычно не превышающего один метр. Темные эльфы являются самой древней расой, существовавшей еще до сотворения Вселенной. И как следствие, в технологическом плане они превосходят все остальные, даже асгардцев. В их распоряжении находятся огромные черные Т-образные космические корабли, способные свободно путешествовать между девятью мирами. Совершенная маскировочная технология делает их полностью незаметными для любых способов отслеживания, позволяя им скрываться даже от сведящих глаз Хеймдала. Сами корабли, как материнские, так и более мелкие истребители, невероятно прочные и без труда выдерживают многочисленные попадания из асгардского оружия и столкновения с самыми разными объектами без видимых следов повреждений. Двигатель каждого корабля содержит миниатюрную черную дыру, которая служит в качестве движущей силы, толкая машину в нужном направлении. Предводителем темных эльфов является злобный и жестокий Малекит. В комиксах его способности более обширны, нежели в фильме. Он мог менять свою внешность и форму, превращаться в субстанцию, похожую на туман, летая таким образом по воздуху, или вовсе телепортироваться на большие расстояния. В фильме в планы Малекита входило использование эфира, одного из камней бесконечности, а именно реальности, для погружения вселенной во тьму. Как нетрудно догадаться из названия, эфир может изменять реальность, подстраиваясь под желание владельца. Перечень возможностей безграничен, в том числе нарушение законов физики и логики, из-за чего, например, 1 плюс 1 станет равно 4. Лекарства-таблетки в ассортименте. Также носитель эфира может создавать оружие из воздуха, или почти мгновенно восстанавливать потерянные конечности, как и многое другое. Для того, чтобы воспользоваться такой мощью, Малекиту пришлось впустить эфир внутрь своего тела. Связано это с тем, что в таком виде камень реальности берет силы и жизненные энергии носителя, в конечном итоге убивая его. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо, и если к вам идет здоровенный мужик с молотом, не волнуйтесь, это не Тор. Это ваш батя, который собирается отправить вас в Вальгалу за плохую успеваемость. В землю его закопать. Там, где его никто не найдет.